Мы продолжаем с вами играть за Икитом. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус и в прошлой серии. Я, кстати, не обратил внимания на то, что мы имели договор со зверолюдами. Но это мелочи, мы с Кавина, у нас есть ракеты, мы можем ни с кем не считаться. Да, теперь мы с очень низкой надёжностью, прям на старте кампании, но с другой стороны, на старте нам-то особо и общаться не с кем-то. Только с кривоносами, ну и то, надолго ли они здесь с нами. Может быть, их придётся так же шатать, как и остальные. Хотя, вон, пираты Сартозы тоже потенциальные были союзники. Ну, Каркасон, ну не знаю, улучшаются вроде отношения, но с другой стороны, ненадолго. Хе-хе-хе, ненадолго. В прошлой серии мы не посмотрели вот ещё какие моменты. Мы не посмотрели прокачечку. Да, вот прям подробненько так открыл я её, вкачал дальность передвижения и закрыл. Ну, в принципе, ну что, именно стратегическая линейка, ну, ничего такого сверхъестественного. Тактическая также я не вижу, ну, что-то, что-то такого вот прям вах, как у него уникального. Личная линейка магии — это стандартная магия разрушения. Проводник чар тоже здесь. То есть, в отличие от лорда Кроука, забегая вперёд, скажу, что у него прокачка, ну, условно, вот здесь. То есть, проводник чар намного раньше у него получается. Да и магия у него там своя. Личная прокачечка — это броня, всё это здоровье. И вот выброс адреналина. Постоянная способность. Если он применяет заклинания на 15 секунд, он несокрушим, и урон сквозь доспехи увеличивается. И постоянная, опять же, способность, которая восстанавливает здоровье бойцов. Ну, именно его, да, тут сам отряд, цель. Защита в ближнем бою на 15 секунд, когда он применяет заклинания, но всё равно, хоть что-то. Перезагрузка. Восстановление минус 20 для всех заклинаний. На 10 уровне это обязательно надо будет прокачивать. Это прям кайфовая тема. Это поможет нам молнию спамить, уменьшив там количество ветров в будущем. Прям ой, как сильно. И мало того, что у нас есть бомбы и пулемёты, ещё и молния будет постоянно хреначить. Вот верность колдунов-мастеров, тоже их сейчас посмотрим. Численность героев плюс 1. Вероятность получить варп топлива после битвы плюс 50%. Боеприпасы, концентрированное пламя, увеличенная дальность и дополнительный урон крупным целям. Насколько дальность увеличена, вот это было бы интересно здесь посмотреть. Но не пишут, к сожалению, к сожалению, не пишут. Ранг новых отрядов, свежевателей рока и колеса. Ну, это так себе, если честно. Хотя длительность найма, ну, может помочь периодично. Улучшает способность латунная сфера. Ну, эту сферу мы видели в прошлой серии. Такое мы посмотрели и мне она нравится, эта буря уже. Эта буря что-то, нечто. Свежеватель, колесо. Это, опять же, мы можем выбирать, на чём ездить, либо пешком ходить. Ну, дальний бой, конечно же, намного эффективнее, когда он пеший. Поэтому торопиться с транспортом не будем у Якито. Пусть он ходит пешочечком, гуляет он не сильно, нам там где-то нужен такой скоростной. Тем более, за скавинов привычно, да, играть, что легендарный лорд ходит пешком. Ну, базовый шанс магической ошибки плюс 5, сила ветров увеличится. Тут проныра и хитрюга, но уже более привычные такие тоже навыки. Ну, и вот железный панцирь. Его, который стартовый предмет, в принципе, у него сразу он появляется при начале кампании. По сути, сейчас не делают много всяких предметов уникальных, да, как это было раньше. Так, варп-молния у тебя всё равно есть. Это восстановление уменьшит. Ну, давай. Давай восстановление уменьшим ещё. Сейчас делают в основном вот два. Два как раз-таки варианта и всё. Варп ещё одна молния, две молнии, это офигеть какая тема, но давайте повысим манёвренность пока что. Инженер обязательно у нас в этом клане нужен, потому что он дальше там сможет, видите, ускорение перезарядки для артиллерии. Ну, в принципе, это в любом случае боеприпасы даст. Для скавинов этот герой и раньше-то играл большое значение, а сейчас так особенно, на мой взгляд. Берём клановых крыс из общего резерва сейчас пока не будем брать, мы никуда не торопимся куда-то бежать, куда-то лететь. Опять же не поставил изучение, хотя у меня оно только сейчас открылось, наверное. По строительству 3000 вероятность обнаружения прям значительно увеличивается за счёт этого. Давайте уменьшим, может быть. Здесь есть обзор региона утрачен. Неплохие варианты. Стоимость обслуживания минус сотня. Но если клан Эшен будет именно нас обслуживать, минус две сотни на втором уровне, а здесь мы производим две сотни. Четыре. Ну, то есть половину. 50% мы будем давать за крышу над головой, чтобы нас не раскрыли. Зато будем производить с одной стороны и еду, и всё, что захотим. Всё, что захотим, будем производить здесь. Этот город прекрасен, этот город невероятен. Потребление печени уникальное, пока не будем возводить эти постройки. Постройки. Возводим клан Эшен. Платим полторы тысячи. Строим, уменьшаем вероятность обнаружения. Потому что сейчас 40. Практически половина. И смотрим нашего лорда. Нового. Вот они, кстати, предводители воинов, которые также имели наших огромных, уникальных крыса-огров, костоломов именно. Так, это серый провидец. Это всё было. Вот, колдун-мастер. Высокая дисциплина. То есть, эти колдуны-мастера как раз-таки появились тоже с дополнением у клана Скраер. Но вторая армия нам не сильно, опять же, нужна. А ну-ка, Миральяна. Миральяна более-менее ещё укреплено. Хотя с ракетой мы их могли бы нагнуть. Магрита более такая, как бы приветливая для нас в плане гарнизона. Но что я вообще планирую? Я вот здесь город ради эксперимента создал, да, чтобы посмотреть на эту механику, чтобы показать вам в первой серии как можно больше, чего нового появилось, так как это ранний доступ. Но потом, кстати, будем сравнивать, да, как всегда. Особенно после прохождения Залита Нара в раннем доступе, когда у него отобрали дракона. Чем отличается после релиза или по прошествию времени старт кампании от банальных каких-то вот моментов в раннем релизе. Куда ты побежал? Я про тебя, кстати, поговорить хотел. Что этот город, может быть, даже и в дальнейшем я не буду захватывать. Зачем? Пока мы не разросли сильно, нам нужна еда. И мы будем выращивать эту самую еду на данной ферме. То есть мы будем относиться к Табару как просто наша загородная ферма, наша дача в каком-то роде только. У имперцев в свое время, в компании смертных империй, у нас была дача для того, чтобы сбежать, если что, вдруг случится, да. А здесь у нас будет дача, чтобы... Просто она была, чтобы чувствовать себя хорошо и прям радоваться жизни. Доход, доход, доход. Производство пищи растет. Давай сейчас мы сделаем следующим образом. У тебя отберем один отряд, а здесь все-таки построим на доход дополнительный. На дополнительный доход и откроем запретную мастерскую теперь. Колесо качать... Это, конечно, все хорошо. Ух ты, пополняет боеприпасы. Способность. А здесь ястребиная меткость. Дальность действия 70, плюс 15 урон. Отсутствие противника в зоне действия способности. Действует если... А, если они далеко, получается. Очень далеко, то эта способность срабатывает. Урон от выстрелов плюс 10% для оружейных расчетов метателей варпагня. Либо ракету еще одну сделать. В целом мы можем себе позволить это. У нас ресурса хватает. На данный момент даже парочку ракет создать. Дополнительных. Дополнительную роковую ракету в мастерской 25%. Скорость исполнения. Давайте возьмем ракету еще одну. Вот возьмем сейчас еще одну ракету. Мы можем 5 штук. Откат 5 ходов. Тоже проверим. И оружейные расчеты предлагаю вкачать. Давайте снайпера вкачаем. Вот так. В целом мы можем вкачать и пулеметчиков даже. Джахин, джахин, джахин. И у нас сразу зажигательные патроны. Видите, то есть раз прокачка, два прокачка. И потом через три прокачки мы получим огнеметную пехоту. Как здесь написано. А пока у нас доступ к огненным атакам. Зажигательные патроны. Указанный отряд. Это флаг что ли у нас? Наверное вот эти отряды получают доступ к огненным атакам. Ирон от выстрелов. Липов, подожди. Не, вроде бы у нас ничего не появилось такого нового. Значит это для всех, для них распространяется. Данная тема. Данная тема это хорошо. Исследования качаем дальше. Мы сильно никуда не торопимся. Теперь дипломатию открывать вообще смысла нет. Просто сидим, наслаждаемся жизнью. Скоро пойдем еще грабить, убивать, получать еды. Как можно больше. Сейчас клановых крыс наберем. Может быть возьмем рабов даже. Для чисто такого мяса. Мясного. О, зверолюды. Они снова здесь, они снова рядом. Интересно, а вот если эту провинцию будут грабить. Хотя учитывая, что здесь есть здание, которое помогает нам зарабатывать больше. За счет грабежей этой самой провинции, да. Вряд ли мы будем уменьшать свой доход. Но он будет уменьшаться за счет того, что враги решили пограбить Табара. В данном случае. Для примера. Блин, надо было, наверное, не застраивать. Попробовать еще раз его разграбить. Этот город. А то я вложил достаточно много денег сюда. Сейчас будет обидно. А интересно, что же вообще произойдет. Что же вообще произойдет с этим замечательным городишкой. Давайте проверим. Ну, в любом случае, это нужно знать. И вам на данный момент так вообще это интересно. И пусть это не совсем правильно сейчас сделать. Но мы поэкспериментируем. Мы будем проверять. Ичкид, ичкид, ичкид. Просто разорить. Разрушать не будем. Хотя тоже интересный момент. Разоряем. Город остается. Город, конечно же, под землей. О нем никто не знает. О нем никто не слышал. И в этом проблемы никакой никто не видит. Что мы его еще раз разграбили. Ну, захотел, разграбил. Так, добираем. Давайте рабов. Потом из общего. Хотя из общего уже смысла не будет. Набирать рабов. Они бесполезные ребята такие. В основном. Давайте копейщиков. Копейщиков зато. Зато бесплатные практически. Запах страха. Применяет заклинания. Пугает всех вокруг. Сожжение. Также тема полезная. Но у нас есть способность. Поэтому предлагаю лучше вкачать расход для улучшенной и для обычной. Варп молнию, конечно же. Качаем варп молнию. И инженера качаем. Тоже качаем ему замечательную варп молнию. Сквер на скавен. Рост. И кит, и китушка. И китушка ты наш. Ну, линейка есть прокачка. Хотя, да ну-ка, давайте вспомним. Я уже чуть подзабыл. Содержание для скавенских рабов. Ну, это фигня. Стоимость найма. На скорость для пехоты, бегущих. Ну, хитроумные планы нам не сильно нужны сейчас. То есть, вот эту тему мы не будем настроить. Безжалостные планы. Так, подожди, я не то нажал. Безжалостные планы. Вот, они, они производство пищи. Вот, безжалостные планы нам нужны. И рост увеличится. И общественный порядок дальше. И дисциплина, и верность. Это вот как раз таки тема полезная. Безжалостные планы я бы вкачал. Общественный порядок. И да и доход будет приносить. Чуть по чуть. Где у нас еще тут что есть? На третьем уровне обязательно нужно будет. Хотя у нас и так гарнизон должен за счет основной. Постройки быть более-менее достойной. Здесь нам ничего сейчас пока что не светит. Здесь тоже по исследованиям ничего не светит. Да, берем, строим. Вот данный замечательный колокол. Там иностранцы пишут, что старт за Тихенхауэна это действительно жесть. Это такое прям испытание испытаний. Потому что у него вроде бы и бомжи. И у него базовая даже сложность очень высокая. У Кита тоже высокая. В принципе и в компании Вихря и в компании Смертных Империй. Но не очень высокая. Да, Тихенхауэн со своими обрядами, со своими сцинками. Вначале ему слишком дорого нанимать Завров. И казалось бы, Лизардмены на мой взгляд одни из самых простых ребят, за которых можно начинать. Ну а так как у них сразу топовая пехота. Вот Тихенхауэн будет исключением. Потому что эта самая топовая пехота стоит в два раза дороже на первом этапе. Лючини. Может поплыть Лючини шатнуть? Пока этот нанимает. Если что, у нас есть бомба. Мы ничего не боимся. Давайте. Ай, собака. Он здесь тоже нанимает. Он здесь тоже нанимает. Всего понемножку. Исквер на скавине сейчас восстание вон. Подлые скейвины хотят сделать. Так, производство пищи. Здесь доход пока что у нас ничего не приносит. Как таковой. Но сильно большой. Ну давай чуть-чуть увеличим. Чтоб хоть как-то приятно было. Еда растет. Это самое главное для скавинов. Да и вообще на самом деле, после того, как еду апнули, проблем таковых нет. В компании вихря так вообще-то там уничтожаешь приходящие вот эти вот мясные стэки. У тебя еда всегда на максимум. Я и до патча с едой в компании вихря. Ну, старался ее держать в очень высоком таком положении. О, 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 о. Может вернуться? Сейчас у нас тут есть мясная армия. Че, забить еще один стэк? Чик-чик-чик-чик-чик-чик. А потом будем прыгать, путешествовать, смотреть, где что. Так вот, в принципе и так было много еды. Но в смертных империях, именно на этой карте компании, где к тебе не приходили, особенно на первых обрядах, такие, ну не сильно особо мощные стэки, которые ты забивал на мясо и радовался жизни, качался дальше. Ну, давай высадишься здесь и еще одного наймешь. Раба именно. Сейчас мы не будем уменьшать наш доход. Я не думаю, что они нам сильно нужны. Мы никуда не торопимся в этом плане. Сколько доход ты приносишь? 60%? Ну давай. Все равно у меня слот свободный и денюжка есть. Могу себе позволить. Могу себе позволить. Все, что захочу. В мастерской запретной больше ничего нет. Как же вот эта мне крыска нравится. Такую, знаете, бляшку, такой медальончик бы. Эх, вот это красотища. Насколько как бы я к скавинам относился? Ну, у скавины есть интересная механика, и интересные возможности. Но вот сейчас на них смотришь совсем по-другому. И кто играл раньше, я думаю, это прочувствует. Кто будет играть впервые за скавинов для того, так может быть и не почувствуется разница, но вот эти все возможности, они ведь... Они ведь добавляют тут какую-то шарма скавинам. Клан Агрун, кстати, видите? Здесь уже уничтожил орков. Прям подчистую. Давай-давай-давай, беги-беги-беги, мясной пацан. Может, все-таки в Магриту-Маргариту пойдем. А здесь мы сейчас еще раз вас разобьем. И на еду, и на еду, и на корм. Сидим сейчас как настоящие скавины. Просто улучшаем свой город. Далеко уходить я не хочу просто... Просто, да, вот эти, если попрутся на наши земли, там еще болото, и не все так будет просто. Вон, видите, доход уже восемь сотен сразу стал. Влекомы голодом. Влекомы, влекомы. Ну, может быть. А вот и безжалостные планы теперь у нас появились. Атака. Свойства пушечное мясо для клана крысов. Свойства пушечное мясо. Скорость исполнения. И пища. Кстати, пушечное мясо будет полезно для клана крысов, конечно же. Вот оно, пушечное мясо. Не подрывает дисциплину остальных войск, если те сами не являются пушечным мясом. Хотя у меня и так будет, получается, сплошное пушечное мясо, и сейчас это рано еще делать. Нападаем. Табара. Здесь в нас уже меньше верят. У нас рабы, у него куча стрелков. Подземная угроза. Но еду не будем тратить на это сейчас. У нас есть куда потратить еду, если вдруг мы захотим посражаться за город и восстановить его на третьем уровне сразу. Например, ту же Магриту Маргариту. В целом ее можно и захватить. Оставить этот город, как нашу ферму, как нашу дачу, где растет скот. Ну, на даче все-таки не растет скот, да, по большому счету. Максимум так. Курочек пощипать. Но сейчас мы будем, наверное, стараться даже взорвать бомбу. Вот сейчас можно будет бомбочку использовать. Skiven Slaves. Ну-ка, давайте Skiven Slaves. Идите вот сюда. Спрячьтесь. Я вас даже на отдельную циферку назначу. Снайперы. Колесики прятать нельзя. Жаль. А жаль. А жаль. Ну и все. Мы готовы. В принципе, можем немножко вот вперед поставить Икита, чтобы он своей мега-пушкой наказывал и корал жалких людишек. Так, сколько... А, и тут перезаряжается. Длительность 7 секунд. Применяется. И откат потом 45. Ну, один раз в любом случае. Сколько бы мы бомб не создали, мы можем создать пока что 5 их. Но использовать в дальнейшем сможем... Лишь один раз в забой. Так, пошли работать по мясным ребятам у нас. А вот здесь бы сейчас бомбануть на самом деле. Ух, как было бы жестко. Давайте пехоту вот здесь попробуем. Я могу промазать сейчас. Можно было бы зацепить. Так, чтоб... Ну? Бью! Это того стоил. Пофигу, что мы и так бы выиграли. Посмотреть. Потому что сразу минус... Ну, 4 отряда, смотрите. Я думал, минус 3 только будет отряда. Ух ты, а ты не дурак. Я смотрю, ты не совсем дурак-то, да? Он... Чё делает? Он расстреливает клановых крыс. Которые посерьезнее. Ладненько. Колесики в бой. Рабы в бой. Снайперы. Расстреляйте вот этих ребят. А мы пока работаем. Сейчас молнии начнут ещё... Заходить как надо. А сюда вихрь можно было бы запустить. Правильно. Он ещё и очень быстро применяется. Ой, блин, как же это весело за Скаведр. Так, а колёсики... Врубили здесь. Я же забыл, что я вас не в лесу поставил всё-таки в итоге. Всё, уходите. Уходим, уходим, уходим. Жалкие людишки. Вперёд. Погнали. Я колесо Рока не особо любил. Но вот эти ребята, похоже, будут нас... В армиях частенько появляться сейчас. Так, одни рабы бегут. Ну это фигня. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Пулемётчики. Это неприятно. Это, конечно, было неприятно. Пулемётчики, заходите вот сюда. Фу-фу. Всё, снайперы пошли работать. Здесь сейчас ещё пулемёты пойдут работать. Давай вот сюда. Ты преследуй этот отряд. Они как раз подойдут к нам с тыла. Всё будет нормально. Всё, клановых крыс в бой. И смотрим, как используют... Свою клешню... И кит. Таким небольшим фонтанчиком, который охренеть, как прочищает ряды. Ну давай, давай, давай. Мы тебя ждём. Мы просто тебя ждём. Нам больше даже ничего сейчас не надо. Колёсики, где вы? Преследуйте здесь. Там пулемётчики, пусть их расстреливают. Звёздные войны в действии. А ещё прокачаем количество снарядов. Пулемётчики-то... Перезаряжаются. Потихонечку, да? Медленно, но уверенно. Незначительная победа. Зато мы на бомбу посмотрели. Блин, ну бомба, это действительно мощная фигня. Во время осады, во время какой-нибудь движухи, когда, ну, искусственный интеллект часто, да, там перестраивается так, что собирают большое количество в одном месте, и ты кидаешь бомбочку по таймингу. Примерно, приблизительно. Ну, кто хочет, точно может посчитать, да. Я вот на чутьё кидаю обычно. Примерно помню, сколько требуется. И наслаждаешься жизнью. Получили еды. У нас теперь максимальный уровень. У нас теперь рост провинции увеличился. Даже еду и не будем никуда тратить. Снова разоряем. Деньги там по мелочи получаем. Кто-то вам канистры у нас есть ещё. И возвращаемся в провинцию. До города не дотянемся. Ну, поэтому смысла не вижу использовать. Запах страха. Буря. Сажени, давай запах страха. Пусть они все обделаются. Они должны бояться Скавина. Так, у нас есть сферы. И, кстати, снайперов у нас нет. Но снайперов, если бы можно было бы ставить на стены, это было бы имба. Но, в любом случае, на сегодня уже, ну, в этой серии. Всё. Завершаем. До следующих видео. Всем добра, друзья мои.